Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью и с вами я, Мила Тарасевич. Гости сегодняшней программы победитель всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций, моя законотворческая инициатива Данила Зиньков и его научный руководитель Борисова Юлия Борисовна. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что за конкурс, где о нем впервые услышали и почему, Даня, ты решил принять участие в нем? Я думаю, что за то, что мы о нем услышали, нужно сказать спасибо Юлии Борисовне. А если быть точнее, Министерство образования Московской области, которое, рассылая по образовательным учреждениям информационные письма, включило в перечень всех этих мероприятий и этот форум в том числе. Потом совместно с Юлией Борисовной поговорили, обсудили, подумали, что было бы неплохо принять участие. То есть Юлия Борисовна, получается, ваш наставник, ваш учитель. Да. Как выбиралась тема? Вы подсказывали Данилу или Данил какие-то предложения вносил? Юлия Борисовна, расскажите. Данил выбрал сам эту тему. Он человек у нас очень законопослушный, человек разносторонний, человек любящий право, наверное, больше всего на свете. И поэтому человек очень дотошный. И когда он на уроках общества знания читал, прочитывал текст Конституции, один из первых увидел маленькие вопросы в этой Конституции, которые до сих пор, до настоящего момента являются неурегулированы. И вот уже будучи даже в девятом классе, то есть свои 15 лет, он решил вот эти пробелы законодательства всероссийского урегулировать и заполнить законотворческим, вернее, своей законотворческой деятельностью. Ну, судя по результатам конкурса, успешно получается. Расскажи, пожалуйста, о самом проекте. Как долго вы его создавали? Какие были трудности, возможно, на пути? И как проходила, самое главное, как проходила защита? Ну, по поводу времени, ну, длительности работы над этим проектом могу сказать, что когда мы были в середине пути, так скажем, еще до того, как отправлять его даже на отборочный этап, я открыл, это было в апреле этого года, открыл свойства документа, ну, в Орде, там была написана дата создания 28 августа 2018 года. Ну, то есть сейчас октябрь 2019 года, понятно, что достаточно длительное время прошло. Потом, когда прошли отборочный этап, пригласили на очный всероссийский форум, который прошел вот на прошлой неделе с 9 по 11 октября он проходил в Коломенском районе Московской области. Защита проходила, я хочу сказать, что в хорошей атмосфере проходила защита обсуждения, диалога, то есть не просто вышел, рассказал, тебе задают вопросы, там, как члены жюри, так и участники другие. И это, я так думаю, что это очень интересно. Для меня это было очень интересно, очень познавательно, потому что позволяет тебе не только донести свою точку зрения, услышать точку зрения других, прийти к какому-то общему выводу. Я так думаю, что это очень важно, такие мероприятия проводить. Мне, в принципе, этот опыт понравился. Если была бы возможность, я хотел бы его повторить. Ты вот сказал, что внести какие-то свои предложения. Вообще, что там, что в этом проекте, о чем ты там писал? Что ты защищал? Ну, этот проект, это проект федерального конституционного закона о Конституционном собрании Российской Федерации. Я уверен, что у нас, ну, многие, если не большинство граждан вообще не слышали о таком органе власти, хотя, исходя из Конституции, он должен быть. Именно, если коротко, именно этот орган власти должен менять основополагающее положение Конституции или принимать новую Конституцию. Закона такого нет. Его проекты вносились очень много раз и в Государственную Думу. Ни один из них принят в итоге не был. Я это увидев, написал, основываясь на тех законопроектах, ранее вносившихся, но добавил, я так думаю, больше положений еще, чем были тогда, и подготовил этот проект, этого закона. Состоит он из 80 статей, 3 глав, ой, 3 частей и 8 глав. Это действительно огромная, колоссальная работа. Это настоящий, действительно взрослый труд, и он выстроен в строгом соответствии с теми правилами составления нормативно-правовых актов. В нем есть и основные положения, и структурированная вообще сама оттекстовка данного законопроекта. Поэтому, говорю, Даня, большой молодец, и я просто поражаюсь, что вот дети в таком возрасте могут совершать вот такие вот взрослые законопроекты. Юлия Борисовна, ну вы сами много ли корректировок внесли, и как проходила именно ваша помощь Даниила? Сначала Даниил сам написал законопроект, отправил на корректировку, проанализировав текст документа в виде, если вдруг какие-то неточности, мы совместно обсуждали, вносились изменения, проверяли их еще раз с точки зрения исключения коллизий различных правовых. Ну и поэтому так вот как-то все сложилось. Вместе. Вместе все сложилось, и теперь мы точно можем сказать, ну с моей точки зрения, законопроект практически идеальный, дай бог услышат нас депутаты Государственной Думы, и может быть когда-нибудь этот закон будет взят, вернее законопроект будет взят за основу настоящего федерального конституционного закона о Конституционном Собрании Российской Федерации. Даня, расскажи, пожалуйста, сколько всего было участников конкурса, сколько было проектов? Какое количество участников ты обошел? Ну, если говорить именно о обочинном мероприятии, которое прошло на прошлой неделе, там было около 150 человек. 150 человек принимало участие в этом форуме, но они были поделены на секции. На моей секции было, получается, 34 человека. 34 человека. Но это наверняка твой не первый опыт вообще в конкурсах, в олимпиадах, и я так полагаю, что ты очень умный молодой человек, и уже активный, и наверняка у тебя вот такой богатый опыт. В плане олимпиад, да. Опыт достаточно богатый, именно в плане участия в олимпиадах по праву, по обществознанию, в этом векторе, так скажем, по избирательному праву, да. Мне это все интересно, я так думаю, что с этим будет связано мое будущее. Соответственно, стараюсь принимать участие во всех олимпиадах, которые Юлия Борисовна опять-таки советует, да, и даже шире брать немного. Вот, поэтому, да, это тот, конечно, был не первый, но именно в плане выступления на Всероссийском форуме, не просто там пришел, сел, сдал работу через два часа, а именно в плане выступления такой опыт был первый. Но я хочу сказать, дай бог, не последний. Надеемся. Юлия Борисовна, ну, у вас наверняка, Даниил, тоже не первый ученик, которого вы непосредственно ведете как научный руководитель. Расскажите о своих учениках, как вы им предлагаете это, как они на это все соглашаются. И кого вы вообще выбираете, тех, кто именно вот идет в направление, да, прям вот право, право, это мое, или же вы даете шансы тем, кто, ну, возможно, не так силен, да, не так, не такими знаниями. Вы знаете, у вас, на самом деле, видимо, как-то так странно сложились звезды, что в нашей школе вообще очень много разносторонних детей, в нашей школе очень развит дух олимпийского движения. Я могу сказать сама точно, что я уже стала олимпийцем, в прямом смысле этого слова, мне это безумно нравится. Мы подтягиваем детей разных классов, мы подтягиваем детей, вот сейчас у нас восьмиклассники олимпиады по праву. То есть даете возможность. Да, олимпиада по праву у нас стартует с девятого класса, с Российской олимпиады школьников, но вот уже детки восьмого класса сейчас к ней подтягиваются. Мы привлекаем всячески, у нас главный девиз, любите вы право так, как любим его мы. И на самом деле, любителей права у нас сейчас огромное количество, и это очень похвально, потому что, когда дети видят какие-то несовершенства в нашей общественной жизни, не пытаются своими собственными действиями, благодаря своим собственным знаниям, каким-то образом впоследствии повлиять на это, но это очень похвально. Я очень горжусь всеми своими учениками. На самом деле, у нас очень хорошая, сильная команда, не только по праву, и по многим социальным дисциплинам. Поэтому стартовала сейчас Российская олимпиада школьников, и мы надеемся на большой успех в нашей гимназии, нашей гимназической команды, ну и команды Одинцовского района в частности. То есть дети, ученики, они активно в этом принимают участие, всегда на это идут, соглашаются и борются до конца, до победы. У нас другого варианта нет. Они просто видят, что мы все такие одержимые этим участием, и дети тоже, естественно, подтягиваются. Дети открыты, я открыта, поэтому вот как-то у нас так все складывается, с ними все очень хорошо. Ну и слава богу. Да, это самое главное. Расскажите еще, пожалуйста, как проходила оценка, кто был в жюри, кто выбирал вообще победителей, кто эти люди? На очном форуме был экспертный совет, который эти работы оценивал. Он состоял из четырех человек. Один из них был доктором юридических наук, одна женщина была кандидатом юридических наук, третий член жюри представлял Федеральную службу войск национальной гвардии, то есть был действующим офицером. И четвертый председатель нашего жюри, это была редактор издательской группы «Юрист», группы компаний «Юрист», которые занимаются изданием юридической литературы. Было такое чувство, что ты победишь, или не верил в свои силы? Было не чувство, была надежда, конечно, что я одержу в этом конкурсе победу, но я старался об этом не особо думать, потому что за плечами уже была очень большая работа, поэтому даже если бы тут что-то не сложилось именно на этой площадке, во-первых, всегда есть другие площадки, где можно этот проект представить. В любом случае, это уже сделанная работа, которая может пригодиться, не важно, что это может быть год-два, это может через 20 лет понадобиться, условно говоря. Поэтому особых переживаний нет, конечно, они были, конечно, были, потому что участие в любом конкурсе – это волнительно, и тем более, когда ты понимаешь, что вот сидишь ты, там сидит человек из Якутии, который летел сюда 7 часов, тоже не просто так, некоторые даже и больше, и тоже за победой, в принципе, это очень хорошее чувство, я должен сказать, даже не столько волнение, а именно понимание, что ты можешь вживую пообщаться со всеми своими сверстниками, можно сказать, со всей страны. То есть приобрести еще и опыт дополнительный, обмен опытом. Причем там были не только участвовали в конкурсе, не только дети, учащиеся в общеобразовательных организациях, участвовали дети и средних профессиональных организаций, не только средних профессиональных, но и высших профессиональных студентов ВУЗа. Это в конкурсе российские были дети, вот начиная, правильно Даня сказала, от Якутии, заканчивая, не знаю, наверное, одной из южных точек. И Дагестан, и Северная Осетия, и Краснодарский край, и даже девочка была представитель Крыма, республики Крым. Юлия Борисовна, ну а ваши чувства какие были? Вы наверняка нас очень волновались. Конечно, мы волновались очень, сказать, что очень, это ничего не сказать, волновались очень-очень сильно. Какую поддержку, вот какие слова вы сказали, такие вот самые главные? Скажем, Даня, мы лучшие. Верю в себя, наверное, да? Абсолютно, абсолютно. Была действительно просто проделана огромная-огромная работа. Да. И мне кажется, что другого результата вот в данном конкурсе не должно было быть. Просто действительно законопроект настолько взрослый, что ребенку вот в 15-16 лет, ну я считаю, что эта работа была бы в принципе не под силу. Могу сказать точно, что вот в мои 16 лет я о такой работе даже и помыслить себе не могла. Поэтому я говорю, что безумно горжусь Даней, безумно горжусь всеми нашими остальными детишками, которые у нас в школе учатся, есть, которые активно участвуют, которые имеют вот такую активную гражданскую позицию. Даня, ну твои одноклассники тоже наверняка знали о твоем участии в конкурсе. Что они тебе говорили, какие, возможно, тоже напутственные слова они тебе давали, поддерживали, подбадривали? Ну, на самом деле, я могу сказать, что не так много людей знало об этом проекте, как могло было знать. То есть ты скрывал все-таки. Ну, до защиты я старался все-таки как можно меньшему числу людей об этом говорить. Я не знаю, с чем это связано, но просто, видимо, до каких-то результатов все-таки не очень хочется, так скажем, спугнуть возможную удачу. Да, и после того, как уже защита прошла, конечно, конечно, очень многие мне писали и звонили. В принципе, очень-очень хорошие отношения и очень добрые чувства вот этой поддержки, когда ты ощущаешь эту поддержку не только со стороны даже своих одноклассников. Одноклассники – это достаточно узкий круг людей, все-таки 26 человек вот у нас в классе. Когда тебе пишут слова поддержки просто люди, которые учатся с тобой в школе, с которыми ты, может быть, даже не общался, вживую так много, как мог бы общаться, и когда тебе пишут поздравления, слова поддержки, это очень приятно, конечно. Ну, а педагоги, директор школы, как они встретили своего победителя? Как положено победителю. Мы были довольны и счастливы, конечно. Действительно, мы на самом деле очень за Даня переживаем, потому что у нас был один не очень такой приятный опыт, когда мы должны были участвовать в заключительном этапе Российской Олимпиады школьников по праву. Но буквально за два дня до начала этого этапа Даня заболел ветрянкой, и мы, к сожалению, не смогли на этот этап поехать, хотя победа была вот уже настолько близкая. И рядом практически этот заветный студенческий билет универсальный во все вузы юридической страны уже у нас был практически, но не у нас, естественно, Даньки в кармане рассчитывали. Ну, видимо, тогда вот так карты сложились. Абсолютно, да. Я смотрю, вы пришли с книгой. Расскажите, пожалуйста, что это за книга, что здесь? Это сборник тезисов работ участников 14-го, вот этого форума как раз. Моя законодательная, законотворческая инициатива, в котором основные положения всех тех работ, которые были детьми опубликованы, были представлены комиссией на проверку. Даня, ну, твое здесь тоже есть, да? Да, конечно. Покажи нам, пожалуйста, может быть, зачитай. Спасибо, пожалуйста. Напечатаны только тезисы работы, они были объемом на одну страницу. Они должны были быть объемом на одну страницу. Представьте, как это сложно, когда вся работа, текст, мы приносили 35 листов. Ну да, и выбрать такой, выжим, так делать. Сжать это все на одну страницу, это, конечно, было не так легко. Практически невозможно даже. Да, но мы постарались, я могу зачитать первый абзац, да, чтобы просто основные положения понимать. Одним из основных свойств Конституции России является ее стабильность. В Российской Федерации установлен особый порядок изменения важнейших глав Конституции, 1, 2 и 9, а также порядок принятия новой Конституции России. Согласно статье 135 Конституции, положения глав 1, 2 и 9 Конституции могут быть пересмотрены только Конституционным собранием. Однако Федеральный Конституционный закон о Конституционном собрании до сих пор не был принят. И хотя такие законопроекты несколько раз вносились в Государственную Думу, увы, результата это не принесло. Представленный проект, подготовленный в соответствии со статьями 134 и 135, определяет порядок внесения предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции, порядок созыва и работы Конституционного собрания, порядок принятия решений Конституционного собрания, включая порядок изменения Конституции России, а также порядок принятия новой Конституции России. Законопроект состоит из трех частей, восьми глав и восьмидесяти статей. Звучит очень уверенно, мне кажется, мы могли даже не открывать эту книгу. Ты нам мог и так все сказать. Причем все свои 30, сейчас сколько 34? 80 статей. А, 83 главы. Как проходила сама церемония награждения? Что там вообще, как это все происходило? Где вас награждали? И как это было? Ну, диплом победителя нам вручили еще там, на сцене этой площадки, где проходил форум в деревне Непец на Коломенском районе Московской области. А победителей на отдельном автобусе повезли в Государственную думу 11 октября. Вместе с научными руководителями? Да, да, да. Мы, приехав в Государственную думу, сначала не могу обвести ту подробность, пообедали. Банкет. И потом нас провели в зал, в один из залов Государственной думы, не зал заседаний, конечно, но в одной из фракций. Пока что. Да, где самый молодой депутат Государственной думы Василий Влазов, это фракция ЛДПР, вручил нам эти золотые знаки отличий, вот которые сейчас на мне депутатский резерв. Ну, с кем ты из победителей? Ты завязал какие-то дружеские отношения? Потому что все-таки тема у вас одна, общая, я так понимаю, да? То, что вам близко по духу. Ну, я не могу сказать по поводу дружеских отношений, просто не... Ну, приятельских, да. С кем бы ты захотел продолжить знакомство? Конечно, такие люди были, такие люди были. Просто не особо много удалось пообщаться с этими людьми, потому что все-таки больше все заняты были своими. Это всего один день мы приехали, следующий день защита, и третий уже... А защита длилась практически целый день. Да, да, да. И мы сидели там 6-7 часов в одном кабинете с перерывом на обед, длилась защита. Очень интересный был эпизод на защите, когда один участник, у него была схожая тема, она называлась «К вопросу о принятии закона о Конституционном собрании». Очень было интересное обсуждение, такие кавержные вопросы, что мы ему подготовили, что он нам, это очень, конечно, вот с ним особенно захотелось завязать дружеские отношения. После кавержных вопросов. Да, 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 это был представитель Краснодара. Но в целом я хочу сказать, что очень мне понравилась эта атмосфера, возможность, как я уже повторяюсь, обсудить и прийти к какому-то общему знаменателю, так скажем, это очень важно. Это вообще очень приятно, когда на такой одной площадке встречаешь столько умных, инициативных ребят. Конечно, у которых даже порой самим хочется поучиться. Абсолютно, абсолютно. Ну, ты учишься в 10 классе, значит, впереди у тебя еще чуть больше, чем полтора года, ну я имею в виду, да, до окончания. А наверняка у тебя есть какие-то уже планы грандиозные на будущее. Я буду продолжать принимать участие во всех олимпиадах, которые предлагает Юлия Борисовна, другие учителя, если будет такая возможность. Ну, на право общества знания, избирательное право, всегда найдем такую возможность. Но в остальных олимпиадах, если время будет позволять, то постараюсь в них принимать участие. В олимпиадах университетских в том числе, включая там МГУ, МГУА, Высшую школу экономики. По поводу планов на будущее... То есть институты ты уже назвал, которые ты планируешь поступать. Да, но стартовали тоже сейчас эти олимпиады, и музыкские олимпиады, в которых тоже нужно принимать участие, потому что победа в них, она тоже очень достаточно весомая. Да. По поводу будущих планов, если с профессией уже все понятно, а в конкретное направление, я хочу сказать, что мне очень нравится заниматься именно законотворческой деятельностью. Это мы поняли. Да, я прямо это прочитал на себе. Прямо этим горите. При том, что это был первый опыт мой, мне это очень понравилось, и по возможности, я думаю, что с этим я бы свою жизнь хотел связать. Ну, как сейчас, опять-таки, я это вижу, как там будет дальше, я не знаю, но на данный момент я могу сказать, что с этим я бы свою жизнь хотел связать. Ну, я от себя хочу пожелать тебе только успехов, только вперед. Спасибо. Мы верим в наших учеников, в наши таланты. Юлия Борисовна, вам огромное спасибо тоже за таких талантливых ребят. Спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, а вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале.